Просыпались, собирались и шли на работу горожане сегодня по двой сирен. Больше 10 единиц спасательной техники устремились лишь в одно место – Ингодинский район, пересечение улиц Лозо Ярославского. В половину 10 утра торговый центр скрытым рынком был охвачен пламенем. Как рассказывают очевидцы, дым и первые языки пламени были видны из кафе, которое пристроили к зданию пару лет назад. Начал валить дым, и пока я дошла до работы, уже возникло пламя в районе окна. И моментально это всё, буквально быстрое сгорание было. Начали все выбегать на улицу, некоторые даже в тапочках оказались просто на улице. Несколько человек, не успев захватить с собой вещи, остались на улице без обуви и верхней одежды. Огонь за считанные минуты охватил соседние отделы и устремился на второй этаж здания. Стоит отметить, что в торговом центре, помимо кафе, располагался цветочный отдел, продуктовый магазин, бутики с одеждой и аксессуарами. Здесь кафе, здесь цветочный магазин, на втором этаже, ну там торговали вещи, и на первом этаже, вот здесь за кафе, прямо вот, большие окна, там тоже торговали, ну там всё было. Больше всего от пожара пострадало кафе, цветочный салон и магазин одежды. Ликвидировать огонь удалось без человеческих жертв. Люди оперативно отреагировали на тревогу и покинули здание на безопасное расстояние. Чтобы полностью погасить сильное пламя, спасателям потребовалось около двух часов упорной и опасной работы. Но сегодня в 0,928 минут на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в торговом центре. По прибытию к месту вызова РТП-1 повысил ранг пожара до номера 2. Соответственно, к месту пожара было уже направлено ещё дополнительные силы и средства. Всего на месте пожара было задействовано в тушении 8 единиц основной и 4 единицы специальной техники, а также 50 человек личного состава. От сильного жара в соседнем жилом доме потрескались и оплавились окна. Сильнее всего пострадали верхние этажи. Столб чёрного густого дыма можно было разглядеть за несколько километров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Грядёт большое расследование. Прокуратура Забайкальского края уже организовывает проверку по данному факту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки представители краевой прокуратуры оценят соблюдение собственниками и арендаторами помещений здания требований пожарной безопасности, а также полноту действий контролирующих органов.